Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такое просто так в одном месте не собрать, только лишь особенно человек может взять это все скомпоновать и так вот нам предоставить, спасибо большое Давай как обычно Начнем мы с Жигулевского Самарска, который Жигулевский завод, Жигулевское пиво он кажется называется Начнем мы с него, потому что мы когда-то рассказывали в первой части, грубо говоря, историю откуда Жигулевская появилась, что она раньше Венским называлась Так что посмотрите первый обзор обязательно, но не обязательно перед этим, просто наслаждайтесь, история Жигуля в другом ролике А здесь будет немножко другой интересной информации, досмотрите до конца И за вас Солот Солот? Ну прям Чуть-чуть хмеля, вот как травянистость, я бы даже сказал Легкая, но знаешь, она не похожа на вот эти Ну ладно, что говорить, Жигульский и так далее, что было до этого? Ну не водянистый, я бы сказал, запах, то есть хороший Ну прям интересный, интересный, он какой-то, знаешь, мне хочется его характеризовать добрый запах Мне кажется, вкус послабее запаха Как-то провалить, сначала что-то есть, потом Да, при этом И все, и вода Да Сначала есть солот чуть-чуть, небольшая горчинка, а вот на вкусе горчинка я здесь долго не пью Ну и как-то Ну, солод Кстати, нет, все равно интересно в целом, потому что прям вкус яркий Солодовый Ну концовка проваливается Да, концовка проваливается Но, знаешь, с другой стороны В зависимости от ситуации, когда его выпивать Надо ли тебе эта концовка, ты уже в этот момент Скорее всего потянешься за чипсинкой И эта концовка тесна Ну, всякая может быть, но хотелось бы все-таки Ну я бы, в свою очередь, охартизок Вот нормальное пиво Ну, то есть Я бы Давай хортизовывать будем в конце Чудненько Ну вот, пиво варенье Главная составляющая пива варенья Ну, в стандарте Не будем говорить про крафтовый, который там можно смешать сену Это у нас солот, хмель, вода и дрожжи Производители дрожжи На этикетке должны быть дрожжи Это отсылка к первому нашему выпуску Где на этикетке не было дрожжей Солод Это зерновые культуры Ячмень и пшеница То есть, допустим, если добавим пшеницу То же будет пшеничное пиво Ячмень Ну, вот обычно светлое Также можно рис добавлять Ну, это не будет у вас подробностей От выбора солода, как я сказал, уже зависит Сорт пива Еще цвет То есть, сушка солода Она может быть светлой, карамельной, темной, жженой солод Будет горечь, сладость, ну и так далее в этом ключе А еще хочу добавить Прочитал экспортное жигулевское Любимое пиво Фиделя Кастро Символа кубинской революции Друга СССР И ярого фаната свободы Целью которого была поддержка всех освободительных движений граждан стран Слушайте Где-то слышал историю, что Типа, вот единственное пиво, которое пробилось на Кубу И Фидель Кастро его, скажем так, просил Если что, потом ему передать Ну, так, очень грубо говоря Что об этом говорит? Этикетка И вот эта вот маленькая какая-то история Ну, мне кажется, где-то легко найти на эту тему информацию Ну, я думаю, да, ну, этикетка такая, прям, старая Ну, интересно, Витич Витич Вятич 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 Господи Кировская область, Киров Кстати, цвет точно Ну, он такой же Не-не-не, но это чуть-чуть более светлая, прям, светлая Ну, вот, типа, такого она должна быть плюс-минус Чуть, ну, темнее, может быть, до темно-карамельного Ну, это уже дело И от золотистого, я так скажу За вас Я сразу выпил Тогда я скажу Вот, блин Так, как ты этот делаешь Ну Горчинка Легкая горчинка Ну, такая, не избыточная Солод есть, но просто запах слабее, чем в первом Да Ну Слушай, а мне вот этот, прям, такое свежающее У него есть долго, вот, вот ты вкус чувствуешь Медленно, как бы вкусу, вот, это прикольно Дальше происходит затирание сусла Берется дробина Это размолотый солод Какой бы либо ни был, там, темный и так далее Смешивается с водой Дальше он фильтруется на пивное сусло И... Что-то там, не знаю Слово, честно, не помню, как называется То есть, то, что не растворяется в воде Вот этот жмых, так назовем его Он отделяется и выкидывается Некоторые, конечно, пивоварни его не выкидывают А промывают еще раз, несколько раз водой Чтобы увеличивать количество объема пива Ну, это уже тоже У каждого свои фишечки А дальше у нас уже идет Варка Но чуть позже Не переключайтесь, как говорится Досмотрите до конца, чтобы узнать всю историю Попробуем Мне, кстати, запах в целом не очень нравится Прям... Ну, так, чуть-чуть Цвет более золотистый Ну, тоже, как, блин, посмотреть У нас тут, конечно, света хватает Но более темно, чем прошлое Ну, вот мне запах не нравится, честно Он, блин, чуть носками какими-то отдает, на мой взгляд Не знаю Кстати, 4 градуса Алкоголь Частная пивоварня Лоренцо Была основана в конце 19 века В Николаевске Кастанай Неплохо Кастанай Прикольненько, слушай Ну Фирма Арасан Мне даже на этикетке Такое, знаешь, если... Казахстан, конечно Слушай, если вот сверху посмотреть сначала Не на бутылку То кажется, это вообще что-то Какой-то импорт-импорт Ну, кстати, да Ну ладно, сусло 11, кстати Но оно, кажется, очень плотным Ну так же Ну так же, оно кажется очень плотным И по вкусу Ну не очень плотным, то есть, ну Обычно плотным, не вода Давай так Не плотно Не вода Не вода Но по вкусу и по запаху Мне вот ни то, ни другое не нравится Ну Оно неплохое Оно просто вот Ну на любителя на самом деле Вот это на любителя Блин, не знаю Просто какая-то Легкая горечь Что-нибудь такая плотная Блин, не знаю Ну, нормально Но Для каждого свое Ладно Дальше у нас идет Варка Во время Ну, сусло заливается в чан И добавляется На этом уже этапе Добавляется хмель Что продает нам Горчинку Какие-то вот травяные вкусы Ну и Консервацию То есть даже Здесь происходит Фильтрация Идет разделение То, что там не растворилось Там хмель Солод Остатки какие-то Убираются С помощью вихревых ванн Ну или бочек Короче, с помощью вихря Раскидывается Тяжелые частицы уходят Вода там Ну, сусло остается И все это перекачивается Уже дальше Для брожения Во время перекачки Сусло охлаждается И добавляется кислород Кислород нужен для того Чтобы дрожжи Которые будут добавлены Они Как бы питались кислородом И развивались Чувашия А страна? Чебоксары Республика Чувашская республика Россия Завалил на экзамене Два Чисто два Пересдача Ладно, давай Подожди Ты же не сказал Что это та самая Как там Чувашия Букет Чувашия Да, букет Чувашия Интересная пивоварня Которые были Какая она жидкая на цветах Прикольно Слушай, а не Прикольно ли это Правда, я не знаю Ладно, давай Ну, какой-то мут Наверное, кстати Она мутновато И очень Бледная Там До сентября Какая-то взвесь, понимаешь Плавает Да, да, да Это может, кстати Быть хмель А может быть Нарушение технологии Оно фильтрованное Постерилизованное Тут, по идее Ничего не должно плавать Ну, запах Аромат Слабее слабого Как говорится Ну, мне она нравится Больше, чем прошлое Хотя, вкус странный То есть, он начинается С какого-то водянистого Вкуса А потом уже Легкая горчинка И все И оно остается Слушай, я вообще Я запаха почти не чувствую От головка чувствую Слегка водянистый Солод Ну, наверное, да Вот если Копировать все мысли По вкусу То это прямо Вот, вот, денисто Солод Для меня горечи Здесь нету Потому что у меня Порог горечи Выше, чем у тебя Вот-вот Это брожение Тут уже добавляются Дрожжи Это закачивается Все в огромные Чаны И там пиво Бродит Ну, опять же От времени Зависит сорт пива Какой он там будет Не будем вдаваться В подробности От времени Потому что я не технолог Я точно не знаю Говорю то, что Помню Дальше Пиво после брожения Идет Либо на разлив Хотя это Нефильтрованное Не-пастерилизованное Пиво Либо оно Фильтруется И выходит На разлив Это фильтрованное Не-пастерилизованное Пиво Либо оно и фильтруется И постерилизуется При градусах Там 60-80 Для увеличения Срока хранения То это у нас Получается Как здесь Это фильтрованное пастерилизованное пиво и все это грубо говоря основной ком потому что в крафте это все очень размыто здесь в обычном пиве такая технология и там можно что-то менять и получать чуть другой сорт ну поэтому так и развелось собственно говоря миллион пивоварен который чуть-чуть поменяли технологию в хорошем смысле миллион пивоварен и поменяли технологии получить что-то новое значит да еще тут подсмотрел значит тамбов маршанск город собственно 4 градуса 11 смысла грубо говоря они все в одном только что здесь 05 ну чуть-чуть ну взвесь также есть блин но мы бы заметили не нет там не было взвесить же я говорю сразу бросил глаза и а вот взвесь в букет рчуваши и здесь да даже сейчас ладно допьем я этот налью проверю здесь или нет но вот это уже конкретно какие-то носки блин воли носки это это не при его де к воде вот железо где железо да вот я испорчен немножко затем в этой фразы блин носки носками и так далее блин но богатый сыр пахнет носками ты можете пиво не обидеть меня жена обидит за богатый сыр холодильники и угла комнаты ладно пока ты пробуешь даже тут звонил отсюда дай узнаю в ссср было в основном жигулевская типа для всех было жигулевская все дела чем закусывали он меня удивил закусывали ну гренки само собой там были ну с чесноком это стандарт ну рыба всякая в основном вобла лещ но эти господи рубежки с солью как господи ты забыл слова какие сушки с солью с солью я бы не подумал с солью были ну приходи приходишь типа в пивнушку покупаешь у тебя дают сушку солью и какой-то твердый сыр никто не знал как его называют но был твердый и вот так закусывали в ссср а сейчас же у нас мясные чипсы обычные чипсы ой красота блядство разврат и наркотики все как мы любим так ладно ну собственно я давай вот к вкусу вернёмся мне вот я понял о чем ты про носки когда ты их рассказываешь ну вот послевкусие очень далекое неприятное но в целом пьется легко даже бы сказал освежающе но почему-то со вторым глотком мне как-то уже посложнее его пить я недавно какое-то пиво на обзор пил и вот этот был вкус я его просто не мог описать написал типа что это типа а-ля там мокрый солд или что-то такое теперь с носками у меня теперь тоже ассоциация постоянно будет он въедается в голову и все да давай перед тем как мы узнаем цену сначала скажем что она по рейтингу да а потом уже цену узнаем у меня уже все сложилось ну мне тоже рассказывать раз два три эти бы я даже не даже я бы сказал три вот это тяжело ну так себе ну вот первое второе третье вот вот мой рейтинг ну это первое второе что-то из них третье я даже не знаю но честно я честно ну не хочу этот этот нет этот хотя бы я бы допил вот этим я бы не допил точно вот эти вот но мне не понравился здесь вкус совсем то точно минус может ну да это но и даже не хочу в общем даже мы это вот эти две вот эти две кстати мы чуть чё не то чтобы придумали недавно мы это придумали давно мы просто не сказали у нас будет понятно дело там какое-то количество выпусков жигулёвского потому что их очень много и мы сделаем потом рейтинг из каждого видео возьмем два первых места и в конце их как бы столкнемся уже будет наверное шесть или ну или может больше сколько выпуска выйдет жигулёвского столкнем и узнаем кто же все-таки лучше жигулёвская варит теперь в россии ну или в казахстане ну может даже какую-то систему придумаем рейтинга чтобы прям был остался только один ну хорошо цены по целом самарская жигулёвская 98 рублей экспорт кастра 65 рублей любовь моя жигулёвская вот это вот особая это у нас 56 рублей жигулёвская букет чувашия 67 рублей и маршанская самое дорогое 102 рубля 102 рубля из-за бутылки стопудовый за бутылки за форму бутылки бьют по ностальгии чебурашка я понял это видишь у них вообще своеобразная бутылка тут указан год производства горани нет ну здесь как бы заморочено но блин за 65 рублей 65 рублей дайте 2 вообще это прям круто забили мне ну ладно надеюсь друзья вам понравился этот выпуск вы узнали много нового так же как и я потому что стас тут все рассказал ладно ладно спасибо большое за просмотр пишите комментарии ставьте лайки а с вами был наш канал бездейс встретимся в новом выпуске пока все пока а